Здравствуйте! В эфире канала России итоговая информационная программа «События недели». Мы гордимся многовековой историей и уникальным наследием нашего государства, которое стало общим домом для людей разных национальностей и вероисповедания, где каждый со своими уникальными традициями и культурой нашел свое достойное место. Проходят столетия, но, как и прежде, именно многонациональный народ России остается главной силой и богатством российского государства. В Общественной палате Республики обсудили ход ремонтных работ в многоквартирных домах. В этом году в Черкесске планируют сделать ремонт в 48 многоэтажках. По 19 домам уже проведен аукцион и выбраны подрядчики. Будет ли ремонт завершен в срок, узнавала Мадина Каракетова. Большинство горожан проживает в многоквартирных домах. И проблема ремонта и содержания домов в надлежащем виде – проблема для Черкеска всегда актуальная. Начиная работу круглого стола, руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков отметил, что ему очень приятно, что среди жителей есть неравнодушные к проблемам своих домов. Очень приятно, что люди есть неравнодушные к проблемам сферы жилищно-коммунального хозяйства, которые добровольно изъявляют желание помогать в этом вопросе, выявлять эти проблемы, добиваться результатов. Общественным экспертам Анатолий Барков вручил удостоверение. Говоря о самих ремонтных работах, участники круглого стола обсудили то, что уже сделано. План был выполнен в полном объеме. Были проведены работы по замене лифтового оборудования в количестве 12 штук на общую сумму 90 миллионов рублей. Также проведены капитальный ремонт фасадов в 7 домах, инженерных сетей в 12 домах и кровельных крыш в 14 домах на территории Карачаева Черкесской Республики. Эльдар Джин Дубаев довел до сведения участников заседания то, что до конца 2022 года в Карачаево-Черкесии капитальный ремонт планируют провести в 48 многоквартирных домах. В отношении 19 уже проведены аукционы, определены подрядные организации и где-то уже проводятся работы. Руководитель регионального центра контроля и просвещения в сфере ЖКХ Анатолий Барков выразил опасения по поводу того, что ремонтные работы в оставшихся 27 домах могут затянуться. Заместитель генерального директора фонда обеспечения и организации капитального ремонта многоквартирных домов Эльдар Джин Дубаев заверил, что все будет сделано в оговоренные сроки. В отношении оставшихся 27 многоквартирных домов торги будут проведены ориентировочно до 15 июня. В связи с тем, что определение сметной стоимости основных строительных материалов с применением действующих ранее индексов не позволяло выполнить строительно-монтажные работы. Если они были заведомо убыточными для подрядных организаций, то сейчас уже Министерством строительства и ЖКХ РФ 19 мая опубликованы новые индексы на второй квартал 2022 года. Мы полагаем, что в связи с повышением стоимости оплаты и труда, повышением стоимости материалов, у нас есть благоприятный прогноз на определение подрядных организаций, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту. И в срок до 15 июня все аукционы будут проведены. Участники круглого стола выразили опасение, что затягивание аукциона может отразиться на качестве проводимого капитального ремонта. Ведь сроки выполнения работ могут перенестись и совпасть с холодным временем года и сезоном дождей. Эльдар Джандубаев заверил, что таких проблем не возникнет. Срок выполнения этих работ будет 90 дней с момента заключения договора на проведение работ по капремонту. Но планируем как раз к осени все эти работы завершить. Обсудили участники круглого стола также вопросы взаимодействия фонда капитального ремонта региональной власти и органов местного самоуправления. Муниципалитетам было предложено обращать на состояние жилищного фонда более пристальное внимание. Заместитель министра строительства ЖКХ Зульфия Батчаева считает, что проводить капитальный ремонт в домах, в которых процент износа превышает 70% просто нецелесообразно. Необходимо вывести такие дома, вывести их из программы капитального ремонта и предусмотреть возможность переселения жильцов. Предложила в этом году активно заняться этим вопросом. Одинакаракитова Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия. На минувшей неделе в Международный день безопасности на железнодорожных переездах автоинспекторы совместно с дорожными мастерами провели профилактический рейд. Его актуальность продиктована печальной статистикой. Вместе с участниками мероприятия на железнодорожных переездах региональной столицы побывал наш корреспондент Артур Мхце. Водители, которые сегодня выбрали для въезда в центральную часть Черкеска улицы Кавказскую и Даватора, с утра ожидал небольшой сюрприз. Крайне редко доводится видеть в таком состоянии участки переезда через железнодорожные пути. Закрытые шлагбаумы давали понять, что в скором времени здесь должен пройти состав. А значит, всем автомобилистам стоит быть более внимательными. Хочу обратиться к водителям с просьбой выполнять все правила дорожного движения, быть дисциплинированными. Чтобы они помнили, что их дома ждут, что это участок повышенной ответственности. Пусть берегут себя и окружающих. Также хочется обратиться к водителям, чтобы при подъезде к железнодорожному переезду соблюдали правила. Правила. Заранее смотрели на светофор, на шлагбаум и не нарушали, не проезжали при закрытом шлагбауме. На территории Северокавказской железнодорожной инфраструктуры с начала текущего года зарегистрированы 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых шестеро человек пострадали, еще двое погибли. Статистика неутешительная даже несмотря на периодически организуемые профилактические рейды. А ведь санкции за нарушение водителями правил на железнодорожных переездах довольно солидные. Штраф 5000 рублей или лишение права на управление транспортом сроком до шести месяцев. В случае повтора в статусе пешехода придется провести уже целый год. К слову, на данный момент в Черкесске два оборудованных участка – под Аватара и Кавказской. Но это вовсе не значит, что по остальным на том же Знаменском переезде автолюбители могут передвигаться, как вздумается. Осторожность необходимо соблюдать вблизи каждого железнодорожного полотна. Артур Максим Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В период летних каникул на территории Адыгихабльского и Ногайского районов сотрудники госавтоинспекции усилили профилактическую работу, внимание, дети. Они напомнили ребятам о правилах дорожного движения, применив практические занятия. На уроке навыков безопасного поведения вблизи дорог побывала Альбина Ламкова. Это светоотражающие наклейки. Их приклеивают для того, чтобы в темное время суток, когда свет пар попадает на них, водители видят пешехода, который двигается, и он ярко светит. Расул спортсмен и проезжает на тренировку в физкультурно-оздоровительный комплекс на велосипеде, а уезжает уже в вечернее время. Поэтому ему и его друзьям не лишним будет еще раз услышать от сотрудников госавтоинспекции правила дорожного движения. А светоотражающая наклейка поможет в темное время суток стать заметнее на дороге. Ее вручили всем ребятам на детской площадке. Постоянно ходим в школы, в детские сады и стараемся детям объяснять правила дорожного движения. Мы также их выводим на эти пешеходные переходы, проводим практические занятия, так, чтобы дети на практике могли закрепить то, о чем мы говорим в кабинетах. Когда больше нарушают правила дорожного движения и дорожно-транспортных происшествий? Больше? В летний период или в зимний? Именно детский травматизм у нас обычно скачет именно в летний период и осенний. В теплое время года дети больше времени проводят на улице, поэтому детско-дорожно-транспортный травматизм увеличивается в этот период. А профилактическое мероприятие «Внимание! Дети!» в целях сохранения жизни и здоровья юных участников дорожного движения крайне необходимо. Технику обязательных навыков безопасного поведения вблизи проезжей части, которая нужна повседневной жизни, ребята получают не только от сотрудников органов внутренних дел, отметила Мината Слонукова. И продолжила, что знания основных элементарных правил дорожного движения ребенок приобретает дома. Как себя нужно вести на дороге? С детства говорили, нужно переходить дорогу, смотреть по сторонам. И то, что когда машина быстро едет, то нельзя переходить дорогу, потому что она может тебя сбить. А если ты едешь на велосипеде, то лучше слезть с велосипеда, а потом переходить уже дорогу. А есть в окружении сверстники, которые не знают правила дорожного движения? Не думают. Знание правил дорожного движения девчонками и мальчишками зависит от безустанной работы взрослых, поделилась Саида. Поэтому у нее и ее сверстников нет проблем на дороге. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вестик Корчаева, Черкесия, Адейхабльский район. Сейчас реклама, после продолжим. 18 июля. В Кисловодском цирке. Спектакль Клоун. 2, 96, 58. Категория Нарпрос. Зовут меня Злоднев Владимир Николаевич. Я занимаюсь исследованием и лечением боли. Острой и хронической, связанной с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Не терпите боль. Мы знаем, как вам помочь. Клиника управления болью на базе клиники Сити. Мы можем вам помочь. Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете. Работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ЭВСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Обществу с ограниченной ответственностью Вултам требуются операторы оборудования, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкесск, Пятигорское шоссе 23, 8 938 038 84 37. На станцию техобслуживания требуется механик-автослесарь для ремонта и обслуживания транспортных средств. Черкесск, улица Подгорная, 1 Б. Подробности по телефону 8 988 617 75 78. Современная онкология активно развивается. Нам становятся доступны новые методы лечения. Однако ключевым фактором успешного лечения по-прежнему остается выявление заболевания на ранних стадиях. Мир Карачаева-Балкарского героического эпоса «Нарты». Семинар в Кисловодске, посвященный этой теме, собрал ведущих ученых-археологов, этнологов, фольклористов из Карачаева, Черкесии, Кабардино-Балкарии. Организатором мероприятия выступил созданный по инициативе творческой интеллигенции обеих республик Совет по сохранению Карачаева-Балкарской культуры. На семинаре в Кисловодске побывала шерифат Лепшокова. Сохранение языка, культуры, традиций. Такие задачи стоят перед новым Советом по Карачаево-Балкарской культуре. Нынешний семинар стал первым в череде предстоящих мероприятий, призванных популяризировать карачаево-балкарское наследие. Собравшиеся в стенах Кисловодского гуманитарно-технического института ученые посвятили долгие годы исследованию карачаево-балкарского варианта эпоса «Нарты». Они были единодушны. Несмотря на то, что еще до революции был опубликован целый ряд сказаний на русском языке под авторством Сафара Ли Урузбиева, изучению эпоса карачаево-балкарского народа уделялось недостаточно внимания. Собранный материал зачастую оставался неупубликованным. Большой урон нанесли война с бомбежкой Нальчика и депортация. Часть материала была утеряна. Согласно исследованиям фольклористов, карачаево-балкарский эпос относится к одному из древнейших пластов Единой Кавказской Нартиады. При этом он остается самобытным и оригинальным. В том, что эпос был впервые записан, большая заслуга балкарского просветителя, общественного деятеля и этнографа XIX века Исмаила Урузбиева, говорит видный ученый-археолог, директор Института археологии Кавказа Беаслан Кочкаров. И подытоживает. В силу того, что в эпосе угадывается социально-экономическое устройство общества, мы находим в пределах археологии отражение нардских сюжетов. На сегодняшний день не вызывает сомнений тот факт, что основное ядро нардского эпоса у всех народов Северного Кавказа сложилось в эпоху поздней бронзы. В Карачаево-Черкесии были проведены исследования поселения, жилища эпохи поздней бронзы, улуба Ганала. Аналогичное жилище было исследовано в 1977-78 году исследователем из Балкарии Валерием Муратовичем Батчаевым. И те конструктивные особенности жилища, которые были зафиксированы в процессе археологических исследований, они позволяют понять отдельные моменты, которые отражены в нардском эпосе. Например, такой факт, что в жилище обязательно было два очага. Один очаг предназначался для производства мясных изделий, второй очаг предназначался для приготовления изделий обычной кухни. И, судя по конструктивным особенностям, ученые предположили, что первая половина относилась к мужской, вторая половина относилась к женской. И это находит прямое отражение в эпосе. Параллелей с реальной жизнью немало. Есть у карачаевцев и балкарцев проклятие, чтобы твои двери закрылись. Корнями выражение уходит в оландскую эпоху. Существовавшая при входе поворотная петля была построена на двух чашечных камнях. Если в роду умирал последний мужчина, дверь снималась, и этими чашечными камнями закладывался вход в погребение. Все это Туакши встречается в эпосе. Махти Чапаевич Джуртубаев – известный ученый, фольклорист, нартовед, особенный участник семинара. 35 лет своей жизни он посвятил исследованию и публикации карачаево-балкарского фольклора. Говоря об общей для Кавказа основе эпоса, он выделяет и нюансы. К примеру, разные отношения к нартам. Если в одном эпосе они представлены в негативном ключе, то в другом – это высшее сословие. В карачаево-балкарском эпосе «Нарты» – это предки нашего народа, и карачаево-балкарский народ всегда видел в них рассказы о деяниях предков. Всего на сегодняшний день вот это самое полное издание эпоса, он состоит из 210 песен. Вклад Мехти Джуртубаева в изучение нартского эпоса уникален. В 2013 году им было опубликовано 800-страничное исследование происхождения нартского эпоса, в котором детальному исследованию подверглись шесть основных национальных версий «Нартиады». Ученый напомнил собравшимся – люди должны понимать, с каким сокровищем имеют дело. Ведь карачаево-балкарский эпос основан на трех столпах – реальной истории, а также астральных и тотемических мифах. В свою очередь доктор исторических наук, член Международного центра изучения древних тканей, звезда Нададе провела археологические параллели с сюжетами нартского эпоса. Чтобы представить, как одевались герои нартского эпоса, нам нужно знать эти реальные материалы. А где мы их можем найти? Естественно, в археологических памятниках. И, конечно, это уникальная всегда история, когда археологические погребения дают нам органические материалы. Потому что, как правило, они не сохраняются. Но уж если мы находим текстиль, например, или дерево, или кожу, то это практически сенсация. Но, тем не менее, эта сенсация дает нам такую возможность увидеть, во что одевались люди тех времен. В погребениях были найдены холчевые ткани, сделанные из конопли. В эпосе тоже есть упоминания об этом, сказал ученый. Собравшиеся много обсуждали необходимость художественного оформления корочево-балкарских сказаний. В помощь приглашенным на семинар художникам из Москвы, Ставрополя, Черкеска, Корощавска и Нальчика пришли ученые. Есть надежда, что полученная от них информация вдохновит мастеров кисти и мир увидит мудровой резмеке, отважных отчей улачемеза и сусурка, красавицу Акбелеки. Шрифат Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Кисловодск. На этой неделе отметили День социального работника. Благородный труд этих людей дает надежду и уверенность многим, помогает находить силы для преодоления испытаний и болезней. На днях Министерством труда и социального развития Карачаева-Черкесии был организован мастер-класс по оздоровлению в рамках реализации партийного проекта «Единой России», старшее поколение и национального проекта «Демография». В нем участвовали активисты Центра серебряного волонтерства. Альбина Ламкова побывала на днем занятий в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Скандинавская ходьба – это больше, чем фитнес или спорт. Минимум усилий, максимум пользы. Можно извлечь, если взять на прогулку вот такие вот палки для ходьбы и отправиться в лес или же на «Деленый остров». К тому же подышать чистым воздухом. Активисты Центра серебряного волонтерства испытали на собственном опыте пользу от профессиональных тренировок, которые проходят на спортивной площадке в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Борис Михайлов давно занимается скандинавской ходьбой. Он не знал, что есть особая техника, которая во время движения разгружает суставы на 30%. Борис Павлович, практикуя северную ходьбу, свои 70 лет чувствует себя бодро. Стал активнее, стал веселее. Так что все это способствует укреплению здоровья. Я многим рекомендую этим заняться. Я серебряный волонтер. Вот я этим начал заниматься. Веду экскурсии. Имеет большой опыт в скандинавской ходьбе Жанна Логвинова. Она открыла свой секрет долголетия. Благодаря активному образу жизни Жанна Владимировна ни разу не обращалась к врачу и не ходила в поликлинику. Очень даже давнишний пенсионер. И при этом каждый божий день с 2013 года, как только дочь мне купила скандинавские палки, я прихожу сюда и занимаюсь. И вдруг появляется Марина и говорит, что все мы ходим неправильно. И мы начали учиться ходить правильно. И на сегодняшний день я готова даже участвовать в соревнованиях. Руководит региональным отделением Федерации Северной Ходьбы Марина Очинова. Она обучает правильной технике. За постоянный вклад и участие в реализации социально значимых мероприятий, направленных на поддержку активного образа жизни граждан старшего поколения, в этот день вручили грамоты и благодарственные письма. Их получила и руководитель регионального центра серебряного волонтерства Екатерина Борисова. И наши волонтеры серебряные, в черкесске активных 50-70 волонтеров есть. Я им предложила приходить на тренировки, смотреть, что такое северная ходьба, участвовать в соревнованиях. И многие из них согласились. И вот еженедельно, два раза в неделю мы приходим, тренируемся. И уже буквально на прошлой неделе принимали участие в соревнованиях. На площадке собрались не только активисты центра серебряного волонтерства, некоторые из которых занимаются скандинавской ходьбой, а также новички, получатели услуг центра социального обслуживания населения. Им только предстояло познакомиться с этим видом физической активности. Мастер-классы проводят в рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография». И это не только возможность оздоровиться, поддерживать физическую форму, но и пообщаться, найти новых знакомых по интересам, отметила куратор направления «Долголетие для всех» первый заместитель министра труда и социального развития республики Мадина Шаева. В рамках реализации партийного проекта мы решили присоединиться. Сегодня здесь граждане с активной жизненной позицией, можно так сказать, которые еженедельно собираются и занимаются скандинавской ходьбой. Проведение тематических мероприятий в рамках реализации партийного проекта с привлечением граждан пожилого возраста запланировано много. Они будут продолжаться до конца года. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаевске в стенах КЧГУ прошла конференция, посвященная 95-летию садия рождения народного писателя Карачаева-Черкесии Суюна Капаева. Ногайская литературная классика в контексте северокавказской художественной культуры. В научном форуме приняли участие ученые-гуманитарии из разных регионов России. Подробнее о мероприятии расскажет Алихан Лепшоков. Суюн Капаев является классиком нагайской литературы 20 века. Он автор более 20 книг различных жанров, куда входят стихи, поэмы, прозаические произведения. Его творчество неразрывно связано с традициями национального фольклора и представляет собой богатый художественный мир. Собравшись отмечали, что творчество Суюна Имамалиевича внесло огромный вклад в развитие нагайской литературы. Книги писателя, песня Тазасу, след времени, тепло земли, созвездия плеяды и многие другие в переводах на русский язык печатались в московских издательствах. Благодаря Суюну Имамалиевичу Капаеву мир узнает про нагайский народ, какой он есть, знает его содержание. Он автор около 30 книг и большая честь для нас, министерства, в этом году издать его третий том, который состоит из 400 страниц. В этом году в свет выйдет эта книга. Соучредители конференции Качагу имени Умара Алиева и Федеральная национально-культурная автономия нагайцев России. Выступления докладчиков были посвящены фольклорным традициям в творчестве Суюна Капаева, а также роли его произведений в истории нагайской литературы 20 века. Сегодня очень важное мероприятие не только у нас в республике, это во всем нагайском мире, когда чествует классика, своя классика, народы нашей республики, народы нашего северного кавказа. Поэтому от имени Федеральной национально-культурной автономии всех приветствую и желаю вам всем удачи. Удачи в жизни, удачи в творчестве. Также приняли участие в конференции представители Астраханской региональной молодежно-общественной организации Центр нагайской культуры ЭДИГЕ. Они поздравили участников конференции и подчеркнули, что произведение народного писателя Карачева Черкесии Суюна Капаева – это кладезь нагайской литературы и языка. Поздравляю от всей души с 95-летием, со дня рождения поэта и прозаика. Бессмертие народа в его языке и культуре. Вся жизнь и деятельность Суиной Мамалевича – это образец мужества, таланта и любви к своему народу. Народственные устои нагайцев он выразил в романах, повестях, сборниках стихотворений и во многих очерках. Суиной Мамалевич внес неоценимый вклад в развитие нагайской литературы. В Астраханском регионе с удовольствием и с большим интересом изучают в школах, наслаждаются чтением, принадлежащих ему сборников стихов. Выразил благодарность и поделился своими воспоминаниями об отце сын Суина Капаева, народный писатель Карачаева Черкесии Исаак Капаев. Он высоко оценил работу научной конференции и самого университета имени Умара Алиева в сохранении языков народов республики. Люди были самобытные. И вот когда меня принимали, значит, тоже в гости уже позже, и мне часто говорили, мои друзья, мои коллеги, говорили, вот здесь мы сидели с твоим отцом, вот здесь, где-то в этом зале он выступал. Вот спасибо, спасибо этому месту. Это, я думаю, будущее, большое будущее у Карачаевского государственного университета. После завершения научной части пленарного заседания выступили артисты из Астрахани, Дагестана и Карачаева Черкесии. Они исполнили композиции на национальных инструментах. Помимо этого, конференция продолжилась в секционных направлениях. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Восточно-Кулхорский литник – своего рода индикатор состояния развития высокогорных ландшафтов, и поэтому члены Карачаева-Черкесского отделения Русского географического общества регулярно изучают изменения, которые там происходят. Исследуют они и высокогорный северокулхорский каскад озер, один из которых до недавнего времени считался самым глубоким в Карачаево-Черкесии. Но, как теперь выяснилось, это не совсем так. Все подробности в репортаже Алла Динаевой. При слиянии реку на Чхирьяманаус начинается дорога, которая ведет в Гуначхирское ущелье. В различные времена она называлась по-разному, но эта дорога всегда была актуальна. Тут проходил и Великий Шелковый путь, остатки которого видны сейчас. А ведет эта дорога и к северокулхорскому каскаду озер, которые расположены на высоте около 3000 метров. И первое из них, и самое нижнее, известное нам всем форельное озеро. Очень интересно, рано утром над ним образуется шапка из густого тумана, высотой в полтора метра. Видимо, оттуда и название Тубан-Лыкёль, что в переводе с карачаевского означает «туманное озеро». Но в последнее время в нем появились признаки зарастания. Это говорит о том, что там увеличилась органическая масса в составе воды. Этот водный объект опоясывает крутые склоны, и ежегодно здесь сходят лавины. А эта зима была большого снега, и на озеро сошло одновременно шесть лавин и выбило дно. Последнее аналогичное явление наблюдалось более 20 лет назад. Скоро форельное озеро восстановится и будет очень чистым, говорит доктор географических наук Вячеслав Онищенко. А еще он рассказывает, что здесь ступенчатое расположение рельефа. Нижнее вот это долинный рельеф, дальше идет каровое образование в виде такого полуоткрытого цирка, замкнутые хребтами небольшие кары, на дне которых транспортируется осадочный материал и реки. Вода – это водосборные бассейны, и первый из них после троговой долины – это кар, с которого наблюдается. Язык ледника «Хакель» – сказочно красивый ледник. Он один из самых низких ледников в заповеднике. Опускается до высоты где-то 2200 метров, 2100 метров. Тоже сейчас интенсивно отступает, ну порядка 87 метров в год он отступает, этот ледник. Моментально после его отступления происходит биологическое освоение. Появляется первая растительность, которая формирует почву, и начинают развиваться субневальные, затем альпийские и субальпийские ландшафты, рассказывает Вячеслав Валентинович. Затем следующий кар – это уже Большое Клухорское озеро. Огромное Клухорское озеро. Считалось до недавнего времени, что оно самое глубокое в заповеднике. На самом деле нет, самое глубокое – это Муруджинское озеро. А Большое Клухорское озеро глубиной 39, где-то с половиной метров максимальное. На дне этого озера скальный панцирь. Скальный панцирь, очень гладкий. Форельное и еще все четыре прекрасных высокогорных озера – Большое Клухорское, Малое Клухорское, Восточно-Клухорское и озеро Орючат, с которого берет начало и река с одноименным названием, изучили сотрудники РГО. И когда их обследовали, выяснили, что живые организмы почти отсутствуют в этих озерах, а эти – водные объекты. Эти озера – это запасы чистейшей воды, наши запасы, да? Да, эта вода нам очень близка к абсолютно чистой воде, бездисцеллированной, мягкая по своему содержанию, присутствие здесь каких-то включений, связанных с наличием органических соединений, незначительно, практически отсутствует. Продегустировать ее можно в этой речке, да, о которой вы сказали? Можно, да. Ну, вы знаете, вот человеческий организм, он все-таки привык к воде с содержанием солей, карбонатных солей, там, всевозможных и даже и солей органических соединений. Ну, а вот такая чистая вода, чистая, ну, она приятная, да, она освежает, но для здоровья человека, который привык не к таким чистым водам, она может быть даже неблагоприятна. Сочетание озер с роскошными литниками, многообразием растительности, создают неповторимые ландшафты и привлекают сюда туристов. Это места героических сражений, овеянные, немеркнущие славой советских воинов и скорбью о тех, кто погиб в неравных ожесточенных боях, но не пропустил на Черноморское побережье немецко-фашистских захватчиков. Аладдинаева, Расул Бердиев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия. И возвращаемся ко Дню России. Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия, в которых показано пронзительное чувство к Родине. И по традиции в День России патриотические стихи читают сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Карачаево-Черкесской Республике. Под радостным солнцем России у снежных вершин и сверкающих рек Черкес, Карачаевец и Абазин, Нагайц и Русский вздружились навек. По лугам, долинам и полям красоты и счастья не тая, Ты проходишь, молодой, Карачаево-Черкесия моя. Всюду белоснежные отары, всюду хлебные поля. Стройные дамбайские чинары, Карачаево-Черкесия моя. Славься, страна! Мы гордимся тобой! В Карачаево-Черкесии проходит чемпионат России по пляжному гандболу среди мужских команд. Наши спортсмены будут рады поддержке своих земляков, поэтому приглашаем всех в эти выходные в парк культуры и отдыха «Зеленый остров» на площадку для пляжных видов спорта возле Большого пруда. А в 13.00 на Республиканском ипподроме состоятся скачки, посвященные Дни России и 100-летию Карачаева-Черкесии. Такими событиями отмечена уходящая неделя. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok Умею и хочу учиться. Поэтому с 10 класса я в университете работаю с настоящими учеными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. Хочу стать студентом. Прием в школу нового типа в самом разгаре. Оборудование, электромонтеры, прессовщики, подавальщики. Черкеско-Пятигорское шоссе 23-8938-038-84-37. Современная онкология активно развивается. Нам становятся доступны новые методы лечения. Однако ключевым фактором успешного лечения по-прежнему остается выявление заболевания на ранних стадиях.